здравствуйте у нас сегодня крутейший гость эксперт по пиару в ресторанном бизнесе критик ресторанный олег назаров добрый день встречайте мы сегодня будем обсуждать тему продвижения маркетинга и рекламы в ресторанном бизнесе и такой первый вводный вопрос олег васильевич что сегодня происходит с ресторанами что-то поменялось либо все и так как и было раньше если какие-то изменения либо направление и так далее ну конечно за последние два года сильно осложнил ресторанную жизнь потому что за первый год был нанесен удар по собственно по потребительным во-первых непосредственные гости потенциальные гости сильно обетнели у людей стало меньше денег и они стали задумываться что может быть не стоит идти в ресторан и поэтому с одной стороны стало меньше денег у людей а с другой стороны вы же помните когда это к видные были ограничены когда люди просто не пускали в рестораны и рестораны остались без соответствующих выручек и беда первого года к видного это конечно проблем с персоналом то что персонал разбежался разъехался многие уехали в ближайшие страны и уже не возвращаются с тех пор то есть дефицит персонал был острый а значит санкции отсутствие привычных продуктов которым привыкли уже готовить чтобы их закупить нужно пользоваться кривыми схемами это удорожает логистику соответственно увеличивается себестоимости до с одной стороны и катастрофа с продвижением потому что многие рестораны были завязаны на соцсети а многие просто лишились такого способа которым единственного не раньше пользовались поэтому заметно тенденцию уменьшение количества людей в принципе уменьшение выручек причем если раньше например можно было говорить так вот случались кризисы всегда в эти кризисы не теряли две группы ресторанов либо богатые дорогие рестораны премиум классов и всегда выигрывали фастфуд представили представители фастфуда потому что люди из среднего уровня среднего снижалась и шли ели шаурму свою да вот то в этом году как в этот раз как подчеркивают многие рестораторы с которыми общаюсь премиум рестораны тоже стали терять публику потому что кто-то уехал а фастфуд как продолжал зарабатывать так и продолжает поэтому у них все хорошо наоборот стали появляться другие сети из других городов с другими продуктами если раньше там там бургеры и там хот-доги а сейчас у нас уже там тебе и шурма да а сейчас уже где-то там хинкали делают где-то кебабы это самое чабаби сербская сеть продают кто-то чебуреками занялся то есть начинают уже придумывать разные другие варианты то есть сегодня можно сказать и переделка идет в меню то есть должны рестораторы искать какие-то новые направления блюд наверное вот про то что мы очень наш знакомый сергей миронов там у него были на семинаре как он говорил про то как выстраивается новое меню и в том числе а более осознанные подход к маркетингу и продвижение тоже социальные сети понятно что с ними произошло с некоторыми и нужно искать и новые способы привлечения гостей и их удержания до использования продвинутых систем лояльности это один из новых хороших таких способов которые может быть там пять лет назад еще не был таким актуальным а сегодня вот эти системы лояльности вот типа юдс например она пользуется популярностью потому что это реально позволяет позволяет обеспечивать появление новых гостей с одной стороны и лояльность старых с другой вот мы сегодня находимся здесь в ежкороле у нас такой конференция предпринимателей мы рассказываем про тему продвижения ресторанов отельеров и вы вас крутой контент у вас классный действительно контент вы рассказываете про пиар про методы продвижения компании но у меня такой возникает вопрос я на ваших выступлениях уже не в первый раз на этом раз четвертый пятый но я заметил такой момент и в том числе и мы тоже выступаем на форумах вместе с вами в том на ваших мероприятиях и видим какое это имеет положительный отклик то есть люди действительно фотографируют записывать номера телефонов но потом когда проходит это мероприятие предприниматели ничего не делают но есть да они все услышали все зажгло и такие да да это круто это то что мы будем использовать там сфотографировали мой номер телефон наверно фотографирует ну точно фотографирует ваш номер телефона я потом пытаюсь анализировать эту тему смотрю а что они в итоге поменяли ничего не поменялось когда я столкнулся с этим давным-давно когда я написал свою первую книгу я боялся ее писать на нас как раскрутить ресторан где я рассказывал как строить пиар акции вот который я реально стал первым в россии делать а вот я боялся что люди прочитают они начнут все это делать сами и я останусь без работы и выяснилось после того как я написал книгу я боялся выступать на семинарах потому что я думаю люди тут все читали они же все знают да что вы никто ничего не читал никто ничего не знает вот у нас сегодня было чек 100 вот хорошо если мне перезвонят 23 человека который хотя им говорю я вам сценарий бесплатно дам там ради бога пользуйтесь всем моим багажом потому что я не жадный с собой все могилу не несешь уникальный возможно да вот я говорю 23 человека 23 человека в лучшем случае перезвонит это они перезвонят и не не зададут конкретный вопрос вот я хочу сделать такой-то допустим рекорд узнать нет ли у вас каких-то сценариев они на они напишут о чем не делать о чем не делать хотя бы это я вам больше того скажу я за свою жизнь написал около наверное сотни программ продвижения для разных ресторанов вот я вам скажу реализа вот единственный человек кто вот как взял мою программу и стал ее реализовать это иван антропов это хозяин теплой речки земли это удивительно это удивительно потому что ну казалось люди считают что вот они получили программу от меня и галочку поставили все они поработали а вы получаете контент но его же надо чтобы кто-то реализовывал причем я уже сейчас заранее предупреждаю людей которые мне заказывают такие программы написать программу продвижению ребята только я предупреждаю вот я-то вам напишу но вам реализовывать самим будет если вы сами не возьметесь и все говорят дай мы точно сто процентов возьмемся вот мы для этого и заканчиво взяться 00 я считаю что это что роста это просто какая-то нервность начинает вот эта рутина какая-то вот ежедневная работа которая а здесь же нужно вот хочешь хоть как-то двинуться вот какую-то проявить выйти из обыденности да и и тащить да из этого многие многие считают да многие многие считают что например это да вот у вас москве это можно сделать а мы бедные несчастные мы-то и вообще это сталкиваться этого это нужно вот вот иван я вам скажу когда я написал ивану и он не стал звонить и типа а вот как это я сначала раздражался потому что я подумал что ну зачем уже все же написано а потом я стал ловить от этого кайф кто-то взялся это реализовать и когда его начал реализовать он сразу первое место в 3 подвайзере и вот это все его знают губернатор к нему ходила во республике в мэр к нему ходит всех всех сенаторов сюда причем потому что вот на самом деле механизм выбран где-то непростые они немножко нестандартная сторонник нестандартного пиара такого чтобы рассчитывал на хайп на эпатаж на за на эмоцию сразу на запоминание чтобы сразу твое название вбивалась чтобы не говорили какая там речка а чтобы говорить о теплая речка это что самая теплая речь и в себе бомбила да 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 вот вот поэтому вот те кто но еще была парочка людей которые начали начали вот это все делать которые у меня есть фанаты у меня есть фанат реально которые повторяют которые трансформируют идеи которые есть я просто не всегда бесплатно помогают то что я считаю что ну слава богу хоть какая-то школа остается у меня на полке стоит крутая книга вообще всем рекомендую кто хочет даже не из ресторанной сферы там очень классные принципы методы работы вообще в бизнесе это не только ресторанов относится вот прям такая синяя красивая книжка есть кругом а есть еще другой другие книги вообще желательно все прочитать мы тоже эту тему замечаем что мы предпринимать рассказываем все-таки с горящими глазами да это надо внедрять да это запускать при этом мы еще уже дошли до такой простоты где мы уже даже рассказываем вот просто делай 1 2 3 все там не надо никаких компетенций не надо быть маркетологом не надо быть супер предпринимателем бизнесмена просто вот это сделать действие и еще показан результат и у тебя вот гарантированно будет вот это если ты это сделать ты же хочешь увеличить прибыль ты бизнес зачем открывал для денег ну точно да причины есть ты же открывал для денег и потом обзывание предпринимает сейчас некогда или да пока нормально пока нормально да а я думаю некогда увеличивать прибыль поэтому это какой-то мне кажется какой-то природный закон о том то что есть люди проактивные которые готовы пробовать готовы в том числе и ошибаться пробовать новые проверять гипотезы что-то внедрять новые технологии и так далее а есть пассивные которые не добиваются тех успех как активные поэтому это такой можно сказать закон природы уж получается закон эволюции какие новые методы есть продвижение появились они существуют они посмотрите но я могу сказать какие методы выходят на первый план связи с тем что соцсетями сейчас все не так славно как хотелось ну ну просто во первых соцсети не все умеют правильно вести а 95 процент того что ведется это просто профанация и зарабатывание денег smm агентствами которые никакого отношения до того чтобы и связи с увеличение прибыли конкретного ресторана не имеет если бы их бы посадили бы на процент с с выручки с выручки или вот этой разницы которые они принесли я думаю что все бы разорились smm агентство я тоже говорил про это то что я иногда предпринимателям говорю я говорю маркетолог должен работать за процент за процент конечно должен быть какой-то минимальный акват все остальное процент абсолютно согласен технический маркетинг это работа с отзывиками которые несколько лет назад она была так ну там но пусть репедвайзер чего-то а вот яндекс отзывы google отзывы вот этого ничего да два гис нет этого ничего не было сейчас это завою потому что там без затратный способ ну если вы сберете профессионального чека это все три копейки стоит но это вот дальше использование приложений вот этих которые позволяют формировать лояльную аудиторию то чем мы юдс занимается и конечно вот два моих моих любимых способа это придумывание информационных поводов вот этих каких-то новостей хайповых о которых начинают говорить до которые просто заставляют говорить о ресторан создают образ этого заведения и пиар акции причем же некоторые думаю что пиар акции это затраты то есть затратами а есть вот я рассказывал про якутский случай да так просто люди зарабатывают на этом деле если выполнять социальную функцию и зарабатывают и себя пиарит и все это бесплатно получается то есть то что вы называете вен вен вот его конкретный вен вен получается чем даже вен 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 вот так будет сказать вообще не сказать нехитрое просто немножко включи креатив какой-то фантазию какой-то как любят говорят что там русские с нестандартным подходом да там типа со смекалкой вот просто включи смекалку какой-то и она или хотя бы повтори то что уже придумано повтори потому что если это было появилась в еж короли то ничто не мешает в городе кемерово повторить это мы с вами не первый раз встречаемся вы знаете что такое юдс что такое юдс вашими словами ну юдс это это реально как сказался у него на это вселенная это вселенная но поскольку я пиарщик я могу сказать это система инструментов продвижения 21 века круто ну действительно потому что так диджитализация которая позволяет собирать привлекать людей причем без непосредственного использования труда ресторатора ему только вот взял загрузил и дальше она все сама делает работает это то чем можно мечтать это вот сказка на самом деле один раз все это сделал запустил и она сама тебе выпекает пирожки или там приносит денежку в потом кулачке понимаете вот поэтому все а то всегда надо мы же вычитаем что вот для того чтобы получить надо работать а здесь и работать и не надо почему 21 век это мечта имели это вот та самая печка которая сама по себе везет и выпекает еще при этом спасибо большое олег васильевич я такой подрезюмируя сегодня вот что сейчас важно хотел бы я сказать в конце о том что сегодня знать методы работы слушать много спикеров разные полезные советы и работающие способы продвижения компании это всего лишь там меньше 50 процентов успеха самое главное не просто слышать и восхищаться как другие рестораторы продвигаются использовать различные сервисы сегодня самое главное и важное это все и брать просто и использовать и в этом нет ничего сложного для этого не нужно быть там супер специалистом и так далее сегодня с нами был олег назаров супер специалист по пиару ресторанного бизнеса критик рестораны спасибо вам большое что у вас получилось выцепить в ежкороле вот сел сегодня автомобиль приехал ради вас для того чтобы сделать классное интервью спасибо вам большое еще увидимся спасибо